Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье-рубашку с очень интересной оборкой. И я знаю, что у многих есть проблемы с рисунком именно складок, оборок, прорисовки теней и формы. И в этом уроке я хочу на этом сделать акцент. То есть само платье будет как основа, а именно вот эту оборку я вам детально покажу. Будем рисовать ее из двух основных элементов. Это линии и это объекты замкнутые, которые будут давать нам пятно. То есть линия и пятно. Два основных элемента, которые нам будут помогать. Я взяла шаблон, который можно скачать по ссылочке под данным видео. У нас на сайте есть много разных шаблонов. Есть платный и бесплатный. Этот относится к бесплатным. Можете зайти, его скачать и использовать в своих работах. Он оптимальный, 42 размер, такой модельный для создания одежды. Конечно же, он в реальных пропорциях, он не вытянутый, поэтому здесь все будет хорошо. Но просто уменьшенный размер S. Итак, я беру наш с вами шаблон. Создаю дополнительный слой. И у шаблона хочу брать ручки, потому что они мне... В общем-то, две боковые ручки будут не нужны. Сейчас я создам его в сторону. А здесь у нас уже будет платье в цвете. Вот, отлично. Создаю новый слой. Блокирую тот слой, на котором у меня есть шаблон. Выбираю цвет пера черный, перышко, толщина единичка и пунктирная линия. Почему я каждый раз это выбираю? Потому что, когда я работаю с шаблоном, здесь есть свои настройки. Они серые, пунктирные. И у меня программа это автоматически запоминает и дает мне такие же настройки какой-то линии. Вот, чтобы рисовать черным пером, соответственно, мне его и нужно немножечко поправить. Так. Приближаю перышко. И с чего мы начнем. Начнем рисовать, конечно же, сосновы для того, чтобы на нее потом уже сделать наш декоративный элемент. И наш декоративный элемент сделает наше платье асимметричным. Что не самым характерным является для одежды. Большинство вообще всех элементов детальной одежды у нас с вами симметричные. Те же рубашки, куртки, пальто. Единственное, там вместе с застежкой у нас есть подбород, линия полузаноса. Но как бы в целом оно всегда у нас более-менее симметричное. Так. И сейчас создам силуэт. Естественно, основа будет симметричной, все остальное будет асимметричной. Сейчас я поработаю просто над основой, чтобы она у меня получилась. А потом покажу, как красиво создать вот эту складочку, оборочку. Будем рисовать ее на отдельном слое. Почему я не убрала руку? Смотрите, видно, где у нас линия плеча. Мы можем туда класть подплечник. И указать это потом в техническом описании, что там мы хотим видеть подплечник. Поэтому вот эта линия, она не обязательно должна быть плоской. Нужно понимать, что вы хотите там в итоге увидеть. Я хочу немножко еще вот эту точку отвести. Но ниже уже видите, тогда плечо оголяется. То есть шаблон меня как раз держит в рамках разумного, чтобы это все у нас с вами было удобно. Так, теперь у меня будет воротник рубашечный. Я приближаю. Никогда не бойтесь приближать, не надо щуриться. Надо приблизить и конкретно работать с тем, что вам нужно. Так, поднимаем точки. Я понимаю, что они у меня не на местах. Эту точку чуть-чуть корректирую. Вот так. Так, теперь у меня будет стойка. Перышко сейчас вытащу. Я больше люблю, когда у меня все перья вытащены. Надо нажать, подержать, а не вытащится. Так, у меня будет стоечка. Кривизну мы сейчас поправим. Все будет хорошо. Не попала в точку, в связи с этим объект не замкнулся. Мне хочется, чтобы он был замкнутым объектом. Так, теперь смотрите. Вот здесь выбираем. У нас здесь есть направляющая. И мы ее можем отредактировать, как нам нужно. Я их называю усиками. По правилам они называются направляющими. Как бы, как вам удобнее. На усики они тоже похожи. Так. Ими можно управлять для того, чтобы изменять кривизну. Знаю, что у новичков часто бывают с этим проблемы. Но просто нужно освоиться, потому что это основной принцип вектора. И в векторе все-таки с кривыми нужно уметь работать обязательно. Но в какой бы программе вы не работали. Даже если вы работаете в CorelDRAW, то направляющие для вас должны быть родными. В CorelDRAW это будет инструмент линии безе. В данном случае он называется перо. В CorelDRAW это инструмент линии безе. И по принципу практически ничем не отличается. Так. Теперь сам воротничок. Будет он у меня такой немножечко увеличенный. Так. И сюда. Вот здесь мне не хватает точки. Соответственно, он пойдет вот здесь. И вот сюда немножечко изогнется. Люблю, когда минимальное количество точек на объекте. Но иногда их действительно не хватает. Тогда я их просто добавляю. Есть еще такой инструмент, называется LASSO. Можно выбрать только диапазон, в котором есть наши нужные точки. Ну и, например, вот так вот поднять. Сейчас за счет того, что у меня нету заливок, все немножко смутно. Но как только мы сейчас с вами применим заливку, смотрите, сразу стало понятно. И если вот это сделать светло-серым цветом, оно уйдет назад. И понятно, что это то, что у нас сзади. А вот, в общем-то, таким образом оно все и формируется. Вот, смотрите, платье. Я бы хотела его таким очень минималистичным сделать. В стиле кос. Есть такой очень интересный бренд одежды. Теперь выбираем все вместе. Инструмент зеркальное отражение по центру. Оп. И восстанавливаем. По центру возрослось. Хорошо. Что нам нужно сделать? Так, улетела. Ctrl-0 возвращаю. Выбираю только ту зону, которая мне нужна. Вот здесь у меня эта штучка будет сюда заходить. Соответственно. И вот эта часть будет находить на эту. То, что я вам говорила, линия. Для планочки. Так, здесь мы сейчас эту тоже еще подвинем. Сюда. А эту выведем на передний план. Вот. И нажимая кнопочку Z Alt, еще чуть-чуть подвинем вот эту часть. То есть они должны находить друг на друга в силу того, что у нас там с вами застежка. Вот так. Но мы этого не особо видим в живую. Зато вот оно, смотрите, видите, есть все как положено. Вот эту часть можно еще немножечко туда продлить, чтобы была правильная линия заноса. Ну, это при желании, потому что для рисунка это не принципиально. Это уже для кроя будет принципиально. На рисунке, как вы видите, этого не видно. Так. Поправить нужно мне сейчас вот здесь часть, потому что вот эта часть, она должна у меня сливаться. Видите, они у меня не соприкасаются. Соответственно, когда я сейчас буду их сливать, они у меня не сольются. Это плохо. Вот так я их сдвинула. Теперь окно. Обработка контуров. И вот так вот слить. Но, как я говорю, мне здесь не очень нравится. Я хочу эту точку поднять повыше. Хотя, можно поднять точку планки, а можно вот здесь нарисовать еще вот такую линию. Будет как линия перегиба. И тоже будет очень себя прилично вести. Сейчас мы ее назад уберем. Вот так прекрасно. Чуть-чуть вниз. То, что надо. Можно даже вот эту линию чуть-чуть затемнить. Такой у нас воротничок получился. Теперь нарисуем пуговки. Пуговки у меня будут кругленькие. Смотрите, рисуем круг. Мой секрет для пуговок. Пуговки я делаю с тонким контуром. Как правило, 25. Смотрим, сколько будет дырочек. Я хочу, чтобы это у меня такое было странное. Немножечко авторское изделие. Поэтому сделаю три дырки. Классически либо две, либо одна. Я хочу, чтобы было три. Еще раз говорю, это моя личная идея. Могу показать, что она как будто бы пришита. Тоже очень интересный эффект. Когда вы вот так линиями набрасываете. И рисуя инструментом прямая линия. И получается эффект, как будто бы она действительно вот так вот пришита. Вот, и по цвету давайте светленькую, такую серенькую дадим. То есть не совсем белая, но немножечко она отличается. Вот, теперь сгруппировать. И посмотрим, как она подходит сюда по размеру. Отлично она подходит. Чуть-чуть ее побольше. Можно, конечно же, сделать вообще прям писк. Сейчас покажу, что я имею в виду. Например, двойной клик пришла в режим изоляции. Сделать ее такой серенькой. Сейчас покажу. Создала копию уже в двойной клик режима изоляции. Создаю копию вот этой штучки. Кружочка. Делаю заливку черным. Эффект размытия умная. Нет, не умная, а по гауссу. Эффект размытия. Размытие по гауссу. Радиус смягчаем. Вот так. И делаем непрозрачность. Таким образом у нас с вами получается у пуговки эффект тени. Но это вот совсем не обязательно делать. Это просто вот, если очень хочется поернуться. И он, видите, пикселит, потому что данный эффект растровый. Раз. Теперь смотрим равное расстояние между пуговицами. Можно сразу его рисовать, можно потом задать. Две пуговицы. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. D, 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 D и D. Сейчас посмотрим, до какого момента. И еще давайте две. D и D. Вот, отлично. У меня, значит, нету ярко выделенной планки. У меня есть просто вот эти пуговки, которые так располагаются. Видите, конечно, издаля этой тенюшки, которую я туда положила, ее практически не видно. Но мы-то знаем, что она там есть. Вон она, каждая пуговка у нас такой вот тень у себя ведет. Ну, еще раз говорю, это вот совсем не обязательно будет, можно обозначать просто так. Так. Ну и теперь мы начинаем рисовать ту красоту, ради которой, ну не только ради которой все затевалось, но что я вот хотела вам показать. Вот отсюда, из этой планки у меня будет такая красивая, начать драпировка. Что касается рисунка драпировок, я вам могу сказать одну простую истину. Их надо напрактиковать. Посмотрите, книжки художественные практически везде учат рисовать драпировки. Складки имеют достаточно четкую геометрию. Так, вот здесь я допустила, знаете, какую ошибку? Нужно сначала разметить общий объем нашей с вами драпировки. Потому что, ну, когда мы обычно карандашом рисуем, мы делаем такой набросок. Так и здесь. Значит, смотрите, вот она вот так будет идти и будет сходиться на нет где-то вот сюда. Вот так. Сейчас я ее сразу отрегулирую по размеру. Посмотрю, насколько хорошо она у меня смотрится на эскизе. И только после этого уже буду рисовать свою драпировку. Это вот я начала рисовать и допустила ошибку. Хорошо, что вам показывала, да? Вот такой она форма будет. Так, я ее сейчас сделаю красненькой, без цвета контура. И задам ей прозрачность, чтобы она у меня просто была таким вот набросочком. Вот. Это моя форма, с которой я буду работать. Вот здесь она может быть немножко по-другому. Вот здесь она тоже немножко пониже. Вот здесь вот так. Вот. Теперь блокирую этот слой, создаю новый слой, чтобы он у меня не цеплялся. Я его потом удалю. Это черновой слой. Просто пока я буду сейчас работать с этой линией и сразу прорисовывать складочки, мне будет комфортнее, что у меня обозначено, ну, хотя бы общий контур, куда я должна идти. Потому что совсем без контура сложновато. Так. Восстанавливаем цвет черный. Так. Ну вот. И по складочкам очень рекомендую, во-первых, насмотреть их. Ну, просто вот ходить там в том же Пинтересте, например, смотреть, как они выглядят. Попробовать их нарисовать. Посмотреть, как рисуют художники. Есть книжки, есть прекрасная книжка «4000 details». У меня есть обзор на нее на канале. Можете посмотреть. Вот. Там тоже очень много складочек. Есть книжки по академическому рисунку и на русском, и на английском. Тоже рекомендую их посмотреть. Тогда у вас будет просто большее понимание структуры и того, как эти объекты воспроизводить. И вам будет намного легче. Это вот прям точно я вам могу сказать. Но это только с практикой. Тут нету волшебной таблетки. Типа, сходите, сделайте так, и у вас все получится. Нет. Сходите, порисуйте, поучитесь 5 лет, и все у вас получится. Ну, как бы немножечко напрактиковать, конечно же, можно. Естественно, сейчас с первой попытки наверняка у меня все не ляжет, как я хочу. Но, по крайней мере, какой-то общий контур мы сейчас с вами сделаем. Потом будем его уже дорабатывать. Здесь предполагается, что достаточный, например, толстый поплин такой уверенный, и вот он нам формирует четкую красивую форму. Вот так. Здесь должен быть такой сгибчик, сюда уходить, и потом идти наверх. Вот я нарисовала краешек. По моей вот нижней вот этой подсветке, потому что, видите, такой край достаточно сложно рисовать. Это мы с вами нарисовали основу, линию. Теперь по краю мы будем рисовать дополнительные элементы. Я сейчас выключу тот розовенький цвет, потому что он нам мешает немножко. Давайте, знаете, что сделаю? Чтобы вам было больше видно понимание, покрашу контур красным. Таким образом вы будете видеть, где именно контур складки, а не контур основного изделия. Вот здесь у меня будут видны кусочки. Их надо аккуратно нарисовать. Вообще, чтобы нарисовать красивые складки, драпировки, нужно потратить достаточно много времени. Для скептиков я рисую мышкой сейчас. У меня нет пера. У меня нет планшета. Нормально все это абсолютно проходит. Поэтому не отчаивайтесь. Все у вас будет хорошо. Все это мышкой рисуется. Потому что это здесь не какой-то супервысокохудожественный по форме объект. Там не растушевка, ничего. Просто нужно нарисовать правильные геометрические объекты, которые будут необходимы. Только не забывайте, чтобы контуры у вас были замкнуты. И тогда эти кусочки будут себя прекрасно чувствовать. Их желательно будет сейчас сгруппировать. Поместить на задний план. Таким образом вы сможете при заливке цветом их сразу заливать таким теневым цветом. Но это будет очень приятно, красиво. И не надо забывать. Наверное, сейчас не очень понятно, что я рисую. Но когда я сейчас это рисую, я покажу. К сожалению, не все прям очевидно в момент создания. Некоторые вещи становятся более очевидными, когда они уже видны. Вот смотрите. Вот у меня эти объекты. Правой кнопочкой я их сгруппирую. И, например, залью их сереньким. Оставляю цвет контура. Вот залью их сереньким. И помещу на задний план. Это вот эта складочка, вот эта внутренняя часть, которая нам видна. Теперь. Этап следующий. Мы с вами будем рисовать красивую линию. Вот отсюда. У нас вот сюда будут вот так эти линии, которые будут формировать нашу с вами складку. Нажимаю контур. Линия прекращает рисоваться. Вот так. И вот так сейчас мы с вами нарисуем. Смотрите. Линии получаются топорные. Грубые. И покажу сейчас, как их сделать помягче. Они у нас рисуются с заливкой. Заливочку мы сейчас уберем. Потому что я в предыдущем объекте задала заливку. Вот. Мы ее убираем. Даем направление. Они могут быть восходящие. Они могут идти сразу в ту точку, в которую я задала. То есть тут это вот уже вы должны определиться. Лучше практики, лучше насмотренности, фотографии. Иногда такие эскизы рисуют очень просто. Берут, делают наколку. И после наколки, с наколки чуть ли не по фотографии срисовывают, как ли для складки. И это одно из самых таких, ну, правильных, что ли, срез. Потому что тогда вы точно не промахнетесь, где какая складка, как она выглядит. Я тоже подсматривала именно эту друпировку по фотографии. И у меня есть нарисованный подмалевок, шаблончик, хотите его назовите. Черновичок, по которому я ориентируюсь, как рисовать, чтобы вам правильно все это показать. Потому что, ну, это сложновато получается, если этого не делать. Так. Угу. Контрол на пустом месте. И еще. Вот так. Вот. Пока смотрится немножко некрасиво, правда? Ну, потому что какие-то толстые вот эти линии, грубо. Вообще непонятно, куда и зачем. Сейчас мы их еще вот сюда подведем. Так, вот так. Вот. Теперь мы все эти линии с вами выбираем. Только линии. Как это сделать? Смотрите, у нас с вами есть общий объект. Я все вместе выбрала. Теперь нажимаем Shift. Выбираем общий объект. И Shift. Выбираем там, где у нас были тени. Все. Правой кнопочкой мыши сгруппировать. И у нас с вами только вот эти линии сгруппировались. Вот здесь вот в обводке у нас есть с вами такая интересная штука. Которая позволяет линии сделать очень интересными. Выбрать надо ту, которая здесь лучше подходит. Ну, к данному эскизу, к данному обстоятельству. Я люблю, когда она вот такая двоякая. Конечно же, сделать их потоньше. Не нужны они нам. Это же все-таки складка, да? Если только это самый такой грубый какой-то материал, тогда актуально. Когда нет, вот они, смотрите, у нас красиво получились. Теперь мы будем рисовать с вами тени. Для того, чтобы не цеплять основу, я создаю копию слоя, а этот блокирую. Потому что будет сейчас он цеплять, и это будет неприятно. И тени мы будем с вами рисовать объектами. Мы нарисовали линеарные складки. То есть линии теперь делаем пятно. Это, кстати, такие более художественные термины. Поэтому давайте я их сделаю зелеными. Почему я выбираю такие контрастные цвета? Чтобы их было максимально красиво и ярко видно. Чтобы вы понимали, что я рисую, в каком месте. Тогда у вас будет понимание. Вот она складка, видите? Она потом уйдет вниз. Мы пока рисуем поверху, но мы ее потом переместим вниз. Поэтому не пугайтесь. Мне нужно, чтобы вот здесь было описание вот этих складок. Такое вот художественное. Сразу оно будет рисоваться с непрозрачностью 100%. Поэтому это не очень смотрится изначально. Но все в итоге будет хорошо. Они не обязательно должны совпадать полностью с линиями. Но они, вот эти фрагменты, которые у складочек находятся там внутри, должны нам описывать и показывать, что это там. Так. Сейчас мы вот здесь с вами соберем. Соберем вот здесь. Так. Здесь тоже вот ее глубина, толщина. Вот это вот все моменты. Их надо чувствовать. Нужно посмотреть. Нужно разобрать. Очень рекомендую классическую художественную, вот художественную классическую литературу, которая именно для художников. Вот посмотреть. Там драпировки даже в художных школах рисуют. То есть это вот прям популярное направление геометрии вот этих драпировочек. То есть их надо смотреть, их надо изучать. Тогда у вас они будут на эскизах очень крутые, очень красивые. Но как вы понимаете, что эскизы с драпировками, конечно же, всегда сложнее, дороже. Это просто потому, что требуется, во-первых, мастерство, во-вторых, время для того, чтобы их изобразить. И если даже меня смотрят те люди, которые планируют делать заказы, вот имейте в виду, почему такие вещи стоят дороже. Не потому, что вам задирают цену. В силу того, что должен быть более профессиональный мастер. И он потратит больше времени на это. Во время, как известно, деньги. Вот. И вот здесь, конечно же, тоже у меня будет очень красивая такая вот теневая история. Очень удобно, когда все одного цвета. Почему? Потому что мы можем выделить все объекты, которые у нас с вами одного цвета. Выделить мы можем это инструментом. Все время его теряю. Называется волшебная палочка. Вон он в ластике. Вот здесь у нас не прячется. Нет. Вот здесь вот. Инструмента волшебная палочка. Ну и куда он меня ускакал? Надо же так потерять инструмент, чтобы... Вот он, волшебная палочка. Щелкаю по моей одной тени. И все объекты, которые такого же цвета, просто выделяются с помехой в 32. Там внутри настройка всегда идет допуск 32 оттенка. Это и в фотошопе, и в иллюстраторе так. Но вам это нужно иметь в виду. Вот, смотрите. Получилось абракадабра, да, кажется? Ну вот оно, эти тени. Теперь мы их копируем. Помещаем на слой, где у нас это все нарисовано. Отсюда мы можем их удалить. На нашем слой помещаем. Вот они у нас встали. Теперь вот эти линии, которые у нас были, мы выводим на передний план. А вот эту вот серую красоту делаем черным цветом. Двойной клик. Сейчас. Двойной клик. Потому что вот это у нас почему-то единственная непрозрачность. Надо оставить такую же, как у всего. Вот, и теперь цельную непрозрачность мы выставляем. Вот они, плавные складочки у нас пошли. Смотрите, я могу вот у этого объекта дать ему белый цвет. И вы уже будете более-менее видеть, что мы с вами нарисовали. И как действительно это смотрится. Еще будут тени вот здесь. Они будут более мягкие. Они могут быть сделаны в несколько слоений. Вот здесь будут вот такие мягкие тени. Они будут идти изнутри. И они будут совсем такие вот воздушные. Поэтому я их рисую достаточно сейчас грубо. Потому что они будут почти полупрозрачные. Их не будет видно. Вот. Сейчас мы вот здесь. Главное, только в линии ни в какие не попасть. Вот. И соединяем. Соединили. Соответственно, у них тоже вот такая будет заливочка. И цвет непрозрачности. Вот. Чуть-чуть совсем. Буквально 7%. И вот здесь уже можно добавить какие-то дополнительные штрихи и элементы, которые нам здесь нужны. То есть здесь могут быть какие-то дополнительные утемнения. Мы можем их дорисовать. Которые будут накладываться тоже. Вот сейчас они черным у меня встают, да. Мы потом их сверху обработаем. И они станут серой на сером. И когда будут накладываться серой на серой с какой-то непрозрачностью, то оно, естественно, будет давать дополнительную такую историю. Вот так. Так. Вот. Еще сейчас эти пятнышки мы сюда с вами соберем. И тоже инструментом пипеточка переснимем свойства. Можно их сделать чуть-чуть. Сейчас мы их сгруппируем. Чуть-чуть под прозрачности подправить. Чтобы они были потемнее. Так. Сейчас. Черненьким. Вот так. Вот, смотрите. То есть они там у нас создают. И там еще внутри нам нужно создать линеарную основу. И тогда, в принципе, у нас с вами все готово. Линеарную основу тоже мы создаем перышком. Рекомендую все заблокировать. Создать новый слой. Так будет реально проще работать. И вот здесь уже мы с вами создаем красивые линии и усики. Опять же. Сначала они у нас с вами создаются вот такой вот топорной линией. Потом мы их обработаем. И они будут очень красивыми. Очень тоненькими. Элегантными. Дополнять то, что мы с вами сделали. Поэтому на складочки мы всегда закладываем на рисунок время. Они его требуют. Они его любят. И чем более аккуратные и такие изысканные получаются складочки, тем, конечно же, дороже будет смотреться ваш эскиз. На это нужно посвятить время и поучиться. Если вы совсем не умеете, не понимаете, прямо открывайте хотя бы пинтерест и оттуда шпарьте все эти складки, как они есть, приобретите книги для того, чтобы подсматривать, как это все происходит. Все подходит, все идет в дело. Нарисуйте первые 100 эскизов со складками, 101 у вас уже будет конфеткой. Это такая моя пропаганда, да, то, что 100 пельмешек. Вот смотрите, мы нарисовали линии. Я теперь хочу их все тоже объединить в одну группу. Это намного удобнее для работы, для перекраски. Если вдруг у вас будет темное изделие, и вам понадобится все линии перекрашивать, например, светло-серый цвет, для того, чтобы показать сам эскиз. Поэтому это будет намного удобнее. Сейчас мы вот это все выбираем. Правой кнопочкой мыши сгруппировать. И вот здесь. Так. И 0,5. Посмотрим, насколько 0,5 нам подходит. Может быть, даже 0,25. Для того, чтобы они были потоньше. Теперь мы можем с вами выбрать наш основной фон. Наши вот эти линии. Сделать их черными. А ну и вот эти вот подложечки тоже сделать черными. Можно сделать чуть потоньше, чтобы они так не кидались в глаза. Вот смотрите, у нас получился с вами достаточно сложный и интересный эскиз с такой вот драпировкой. Сложный. А теперь можно все, кроме эскиза, вот это все сгруппировать. Оно все вместе соберется на один слой, а два лишних слоя, на которых мы работали, которые нам помогали все это отрисовать, убрать. И теперь двойным кликом, когда вы входите, вы будете попадать в режим изоляции. И уже здесь сможете там работать и править, если вас что-то не устраивает. Именно с каким-то одним объектом. То есть там нужны вам эти складочки, не нужны, как вы хотите, чтобы это выглядело. Вот, давайте мы теперь попробуем все это вместе сгруппировать с эскизом. Разблокировала слой с эскизом. Сгруппироваю. Видите, слой на слое и на слое. Вот. И выбираю все вместе. Сейчас надо разблокировать. И сюда. Еще сейчас покажу один классный момент, который вы можете здесь добиться. Это моделирование. Смотрите. Попадаем в режим изоляции. Например, я хочу, чтобы эта часть стала больше. и оценить, насколько это хорошо влияет на мой эскиз. Вот это вот, за что я обожаю просто иллюстратор, потому что здесь, ну, просто фееричные возможности для моделирования, для того, чтобы создавать какие-то вот такого рода красоты. И, естественно, оно будет очень классно заливаться. Заливаться вы потом эту складку можете использовать и в других местах. Не обязательно на этом эскизе. И это тоже большой плюс. А сейчас давайте мы закрасим все это цветом. Я почему-то вижу это в пыльно-сером, в таком вот жемчужино-пыльно-пудровом цвете. У вас может быть совершенно другое мнение. Это нормально. Но я сейчас его забью. Как вы знаете, самый первый эскиз заливать сложнее, а потом перекрашивать это уже все просто. Вот, заливаю именно цветом. Сейчас я его выберу, и тогда будет уже с ним просто работать. Все остальное тоже позволить именно им. А люблю, когда цвет немножечко в такой персиково-лососевый уходит. Но это мое личное предпочтение. Можете покрасить там голубым и абсолютно любым цветом. Единственное, такие модели плохо выдерживают покраску всякого разного рода цветочными принтами. Ну и вообще принтами какими-либо. Тяжело им с ними жить. Вот, поэтому не рекомендую. Лучше делать однотонные. Так, цвет. И вот смотрите, помните, я вам говорила, что намного проще, когда вот эти объекты у нас сгруппированы. Вот эти. Мы их прокрашиваем серым, выбираем все вместе, и говорим, что они должны быть чуть потемнее. И они все вместе у нас стали более темно-серыми. Так, с пуговиками. Пуговицы у нас все отдельно. Мы можем воспользоваться инструментом волшебная палочка. Приблизить одну из пуговичек. И при помощи инструмента волшебная палочка выделить ее. Только сделать настройку очень точную, что нам нужно только один цвет. Пожалуйста, выделяй. И она вам выделит только то, что этого цвета. Видите? Соответственно, только наши пуговки. Пуговки тоже сделать, например, такими темными. Вот так. Вот. Ну, а теперь уже после того, как мы с вами все собрали и все сделали, перекрашивание вообще нам не будет предоставлять никаких хлопот, потому что у нас есть инструмент перекрасить графический объект, а с ним это одно сплошное удовольствие. У нас все сгруппировано, поэтому мы его выбираем. Выбираем инструмент перекрасить графический объект. Можно крутить здесь, в любую сторону, и оно будет у вас пропорционально раскручиваться, перекрашиваться. У кого поста более старая версия, можно крутить и здесь. И тут тоже все у вас будет прекрасно смотреться, перекрашиваться, но только индивидуально под каждый цвет. Соответственно, вы можете уже выбрать тот объект, который вам, тот оттенок, который вам нравится. Как я вот говорила, голубой, да, можно там вот в синий его увести, можно увести в голубой. И вот, соответственно, принять, если вас устраивает, нажать ОК. Вот оно у вас перекрасилось, прекрасно совершенно в платье. Вот такая история с рисунком драпировок. Как видите, правильное рисование, правильное рисование линий, пятна в виде объектов. И правильная группировка позволяет потом с ними и работать. Например, если я сейчас захочу, то я могу создать вторую драпировку, которая будет вам делать. Или создать двухстороннюю драпировку, там, типа ЖАВО. Это уже зависит от того, что вы хотите. Но вот правильно созданные объекты в иллюстраторе позволяют очень здорово с ними работать, моделировать, достигать, конечно, фееричных результатов. И когда у вас наберется вот такая библиотека, вы сможете с ними уже творить. Это же можно там и на юбку, и на что угодно разместить. У вас будет получаться красота. Пробуйте, используйте этот метод. Я надеюсь, что вам понравилось и стало хотя бы немножко легче с пониманием того, как рисуются складочки, как рисуются драпировочки. Обязательно пишите мне, что бы вы еще хотели порисовать, какие у вас есть затыки. Может быть, даже что-то более сложное разберем. Потому что, когда я только начинала челлендж, мне там писали, что давайте перья, давайте стразы. Вот сейчас я готова все это показывать, потому что у меня уже есть запись того, как рисовать простые изделия, как рисовать футболки, платье, футляр, джинсы и все остальное. И сейчас я уже готова приступать ко всяким разным сложностям. В том числе, если кто-то хочет что-то из мужской моды, из детской моды, я готова сделать целый блок, показать, как это рисовать. Хотя, вот единственное, я не специалист по совсем малышковой моде, но я могу попробовать. Я уверена, что у меня получится. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на мой канал. Не забывайте подписаться на этот плейлист. Каждый вторник я показываю рисунок нового эскиза. Конечно же, вы можете дать мне обратную связь и рассказать, что бы вы еще хотели порисовать. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»